Выставка, открывшаяся в стенах библиотеки имени Горького, приурочена к 80-летию Окского государственного природного биосферного заповедника. За долгие годы существования сотрудниками заповедника была проведена огромная работа, направленная не только на охрану природы и сохранение биоразнообразия, но и по восстановлению поголовья отдельных видов животных. За большой вклад в реализацию государственной политики в сфере охраны окружающей среды в связи с 80-летием, сенатор Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов передал коллективу заповедника благодарственное письмо от Валентины Матвиенко. Мы хотим, чтобы в Совете Федерации появилось чувство гордости за то, что этот заповедник не только сохранен, но он еще и развивается. В 1994 году Окскому заповеднику был присужден европейский диплом, подтверждающий, что его территория находится под покровительством Совета Европы. По словам сенатора, наш взнос в Совет – один из самых крупных среди 47 делегаций. И было бы неплохо, чтобы мы ощущали хоть какую-то отдачу. Когда мы хотим говорить о своих внешнеполитических приоритетах, нам закрывают рот и не дают слова. Когда участники очень большой зоосферной программы приезжают в Совет Европы, то им тоже говорят, что сейчас у нас в приоритете Болгария, Румыния, Польша, Литва, Латвия. И называют самых активных противников российской внешней политики в Европе, в том числе и на украинском управлении. Я хотел бы, и теперь знаю, что наша делегация в ПАСЭ должна активно работать именно по этому, по гуманитарному направлению. С тем, чтобы мы могли приехать в Рязань и сказать, биосферный заповедник Рязанской области включен в международную программу. И часть денег, которые мы вкладываем в Совет Европы, он придет сюда, и рязанцы ощутят как раз вот это величие нашего присутствия в Совете Европы. Именно в этом сенатор видит главную задачу следующей поездки в Страсбург. Конечно, если российская делегация будет туда допущена. Продолжение следует...